13 дисциплин за 2,5 часа. На Омском велотреке прошли самые быстрые гонки по велосипедному спорту. За первенство боролись порядка 40 велосипедистов в абсолютной возрастной категории. Мужчины, юниоры, юноши, женщины и юниорки. Соревновались гонки на выбывание, скретчике, рине в дистанции с толканием и даже в датской гонке. Такое количество виражей и разнообразие дисциплин могли вскружить голову не только спортсменам, но и болельщикам. Да, такая дикая динамика, то есть драйв, и драйв именно соревновательный, он очень высокий. Один вид меняет другой, спортсмены по сути не успевают восстановиться должным образом. Тут есть ряд сильных гонщиков, которые должны были занять высокие места, но вот такая высокая динамика не позволяет зачастую. Быстрые гонки выходят за рамки календарного плана. Виды, в которых состязались спортсмены, не являются официальными. Их не найти ни в программе Олимпийских игр, ни на чемпионатах мира. Вот уже второй год организаторы делают акцент не на статусность. Главная задача – показать, что велосипедные соревнования можно проводить быстро, а главное – с пользой. Такие, например, как эти, не требуют ни временных затрат, ни финансовых. А значит, собираться можно чаще. Эти гонки имеют право на то, чтобы быть проводимыми каждую неделю. Два с половиной часа собрались, быстренько погонялись, получили массу удовольствия. Людям нравится, потому что очень много видов, практически никто не стоит. Соревнования проводились в личном первенстве в двух категориях – спринтерской и темповой. Завершением же соревновательной программы стала совместная датская гонка. Победитель – тот, кто максимально быстро завершит каждый второй круг, опередив на финише своих соперников. В этой дисциплине участникам предоставлялось 20 кругов, каждый второй из которых был финишным. Быстрее всех справился Павел Воржев. Спортсмен представляет Республику Казахстан, однако тренироваться предпочитает в Омске. В Казахстане велотрек построен на 9 тысяч мест. И там велотрек не несет сущность велотрека, там несет концертного зала. И тренировки могут спокойно отмениться и сказать, у нас сегодня концерт, а тренировок у вас не будет. А в подготовке спортсмена один день пропустить – это очень много. Это несколько шагов назад. Остальные дисциплины одну за одной покорили хозяева соревнований. По итогам всех заездов сильнейшей среди девушек стала Мария Иванцова. Среди мужчин, юниоров и юношей в темповой номинации поднялся на педестал почета Адилов Амангельды. Я первый раз ехала такие гонки, столько много дисциплин, сразу было очень тяжело. То есть пять гонок, еще там скретч групповые – это очень тяжело, то есть все болит. Не было абсолютно отдыха. Я, получается, с одного старта бегал на другой, и с принтерского на темповой. И получилось, что я выступал и там, и там. Ну, немножко получилось. Ну, получилось, конечно, в темповом. Так как, по-моему, мне выжили. На этом велосипедные баталии не заканчиваются. 19 марта на Омском велотреке пройдут решающие состязания Кубка Омской области по велоспорту «Трек» в рамках четвертого этапа.